Привет, с вами снова Дугмама Аня и моя собака Чихуа Софи. Сегодня мы пришли в ветклинику под названием Мир Питомца, чтобы сделать ежегодную прививку Софише. А заодно у нашего знакомого, любимого ветеринара Жанны мы узнаем, какие нужно делать прививки и когда. Поехали! Смотровая! Привет! Здравствуй, Жанна! Мы к тебе пришли на прививку и заодно спросить снова еще несколько вопросов. А вы паспорт не забыли? Нет, не забыли. Отлично. Как чувствовать себя Софи? Поноса, рвота нет? Таблетку от глистов давали? Конечно, все хорошо. Прививки делать только здоровым животным. То есть у животных должно себя прекрасно чувствовать, не должно быть рвоты, поноса, чихания, кашля, ничего. То есть животное должно быть полностью здоровым. До того, когда мы с вами решим сделать прививку, мы обязательно должны дать животным таблетку от глистов. Это нужно для того, чтобы когда у нас червяки живут в кишечнике, они снижают иммунную систему. И прививка может не подействовать. Ну что, София, ты готова? Прививка – это укол, укол – это прививка. Прививка – укол, укол – прививка. Конечно. Прививка должна правильно храниться для того, чтобы ничего не нарушать. Прививки должны храниться в холодильнике при температуре 0 градусов. Самым распространенным являются это набивак, либо и урикан. Титры антителы у них одинаковые. Титры антителы у них одинаковые. Что? Титры антител? Что это вообще такое? Ну ладно, мне это знать не нужно. Прививки мы делаем от чумы, гепатита, интерит, аденовирусные инфекции, лептоспирозы и бешенства. А как часто мы делаем прививки? Сейчас расскажу. Первой прививочкой делается щенку в возрасте 2 месяца. Также через 3 недели делается ревакцинация, только добавляется еще и бешенство. Маг, гепатит, интерит, аденовирусные инфекции, лептоспироз плюс бешенство. Потом уже животная прививка делается раз в год. То есть всего получается сколько прививок? 3 прививки. 2 месяца с ревакцинацией в 3 месяца и раз в год, и затем уже ежегодно. Но что касается рабочих собак, таких как гончи, борзы, им лептоспироз делается 2 раза в год. Если у нас есть контакт с водой, то это нужно делать для того, чтобы... С водой именно, которая не из-под крана течет, а с водой в озерах, в водоемах. Именно застоявшиеся, которые не циркулируют. Все понятно. Мы, София, будем сейчас делать эту прививку? Будем делать эту прививку. Фу, давай. София, ты готова? Наша вакцинка Софии с пылу-жару. Я выбрала набивак. Здесь на каждом флакончике прописано, от чего мы делаем прививочки. А что такое титры? О, я их не спрашиваю. Ладно. София, ты готова? Что, меня все время спрашивают? Ты готова, ты готова? Конечно, я не готова к пылу-жару. Ты готова? Мама, и ты туда же. Готова, не готова? Врач-ветеринар одевает перчатки. Серьезно, врач. Мамочка. Уже мне страшно. Так, ничего не бойся. Что она сказала? Ничего не бойся? Я ничего не боюсь. Да? Так, ну что, София, поехали? Я ничего не боюсь, кроме этого. Раз, два, три. Это же будет не больно, да? Это будет не больно. Самовнушение. Это будет не больно. Я ничего не боюсь, я даже ничего не чувствую. Я не чувствую. Что? Все уже что ли? Моя молодежь. Самовнушение работает. Хорошо. И что касается карантина. Животное 1-2 дня может быть вялым, похуже поест. Допускается однократная рвота либо понос. Ничего нового в оциум не вносить. Коры не меняются. Что касается местной реакции кожи. Место введения может быть увеличено в объеме. А пухлость такая, как у человека, по сути. Припухлость. Если это горошина не растет, волос не выпадает, это нормально. Рассасывается у всех по-разному. У кого-то за 2 недели, у кого-то за 2 месяца. Спасибо большое. Пока-пока. Ну все, мы сделали прививку. Скоро придем делать прививку Эйвену. Любите своих собак и будет вам счастье. Пока-пока. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова